Лучшее в стране Здравствуйте, друзья! 14 часов 3 минуты московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Я обещал вам гостя, я обещал вам интересную тему. Как я могу вас подвести? Ничего подобного. Смотрите, кто к нам пришел. Генеральный директор Государственного автономного учреждения культуры Московской агентства организации отдыха и туризма Мосгортур Василий Овчинников. Здравствуйте, Василий. Очень приятно вас видеть. У нас в мире есть дети. Эти дети любят не только ходить в школу, учиться, но и обожают отдыхать. Как же вот в настоящее время сделать так, чтобы дети отдыхали с удовольствием и где вообще делать? Делали еще не то, что должны, а то, что хотят. Ну, это считается сезон второй жизни для каждого ребенка, который повторяется каждый год. Все его ждут. И счастливые дети несколько раз ездят в разные лагеря за лето. Можно успеть четыре раза съездить в четыре разных лагеря. оздоровительные лагеря сейчас, образовательные. Какая-то интенсия. Сейчас эти ярлыки, их еще используют, конечно, но в общем-то это с пережиток. нет такого лагеря. И даже слово лагерь, в общем, оно никак-то не сильно зарегламентировано. Это может называться как угодно. Где-то я у вас слышал «выездной дом культуры» такое выражение. Да. Когда нас очень сильно находились под прессингом, причем здесь детский отдых и департамент культуры, казалось бы, причем. И тогда, да, пришла на ум в одной из жестких переговоров тема, что мы по сути дом культуры, только не выездной, с полным пансионом, ну в общем для детей. На 21 день берете, уезжаете. 21 день, мы дом культуры на 21 день, потому что мы делаем то, чем наполнена вот эта детская туристическая программа, потому что в ней есть туризм, ребенок здесь сел в автобус, доехал до самолета, с самолета приземлился, сел в автобус, приехал на место размещения, это по сути гостиница, он там живет, 21 день он там живет, потом в обратную сторону, пока он там живет, у него есть экскурсии, у него есть походы, у него есть программа культурная, которую готовим, мы реализовываем, мы все вожатые наши сотрудники, все руководители смен программ, все наши сотрудники, все программы наши авторские, мы их каждый год меняем, улучшаем, смотрим обратную связь. Их нельзя назвать, мы стараемся в них впихнуть практически все, ну то есть и для творческого развития ребенка, и для физического его здоровья или развития, да, мы стараемся, чтобы программы наши повышали эмоциональный интеллект ребенка, что сейчас, в общем-то, все любят, модно, да, чтобы он умел общаться, он умел коммуницировать, он умел спорить, он умел людей вокруг себя собирать, он, в общем, критически имел критический взгляд на вещи, и облекаем это в развлекательную программу, при которой это не в формате то, что всех детей бесит в школе, да, и никто не сидит за партой, и 40 минут никто им что-то не рассказывает, не спрашивает с них домашку, которую они не сделали, это самое главное, конечно, летом, да, все в таком вот развлекательном формате, то есть, это такой формат, мы его называем идиотеймент, когда вроде образования и развлечения, то есть, это тоже часть программы. Насколько я понимаю, это агентство полного цикла, то есть, люди, которые захотели, чтобы их ребенок отдохнул, они просто к вам приходят, да, на ваш сайт, и там все, там выбирают регион, где это все будет происходить, Все, что делают наши программы, все доступны, они доступны на рынке, можно купить у нас, на сайте, можно купить через агентов, ну, то есть, это, в общем, мы крупнейший туроператор, и наша программа есть везде. Сайт mosgortura, правильно? Да, mosgortura. Что сейчас вообще, какие запросы у родителей, у детей, что хотят-то, где и чем заниматься? Да, это такой сложный вопрос для рынка, вообще, рынок детского отдыха, он еще не совсем похож на рынок, мы его только практически как рынок изучаем, и мы сейчас вместе... Может быть, даже формируете вы? Формируем, да, мы его не изучив, начали формировать, но мы сейчас изучаем. Кто, если не вы, Василий? Изучаем, да, и мы недавно закончили вместе с большой исследовательской компанией Deloitte, большое исследование рынка, мы посчитали, опросили 1800 родителей, спросили, чего они боятся, чего они хотят, что влияет на их выбор, да, и открыли для себя очень много, в общем, и это правда очень интересно, мы теперь, наверное, лучше всех знаем, чего родители боятся, например, чего хотят, и какие конкретно родители, в каком ценовом диапазоне, в общем, об этом можно поговорить. Дорогие друзья, мы поговорим с Василием Овчинниковым, если у вас есть дети, или вы сами сейчас пришли из школы, смотрите, слушаете Страну ФМ, не переключайтесь, потому что небольшая музыкальная пауза, после которой мы непременно вернемся к этому разговору. Мы сегодня говорим о детях, потому что в гостях у Страны ФМ Василий Овчинников, генеральный директор компании Мосгортур, и, вы знаете, хотелось бы, конечно, по поводу детских программ, программ отдыха, программ развития, все-таки договорить, что же хотят родители, какие тенденции, какие тренды сейчас, что они хотят от отдыха, чтобы ребенок во что погрузился? Ну, говоря вот о том числе и об исследовании, которое мы завершили, конечно, там на первом месте, это, в общем, априори понятно, все родители выделяют, что лагерь должен быть безопасный, надежный, это больше половины родителей отмечают прямо самое-самое важное. Это неинтересно. Самое интересное, что вот на, например, на таких, на вторых местах этих позиций, и здесь мы выявили примерно равную, вот равную значимость того, что для родителей важно, чтобы на террелагере были спортивные, спортивное какое-то развитие, была какая-то возможность лечения и улучшения здоровья, и, ну, и культурно-образовательного уровня повышения тоже. То есть два фактора, связанные со здоровьем, это, мы считаем, новый запрос, новый тренд, который раньше, ну, не был популярен, вот эта вся история со здоровым образом жизни. ЗОЖ проника туда. Да, да, он туда принимает, сейчас это модно, всякие гонки героев, файронмены, в общем, это такой образ, что если современный человек успешен, он должен быть хорошо выглядеть, спортивен, обязательно там какой-нибудь, в чем-нибудь, в каком-нибудь спорте, там, атлет, сноуборд, там, вот как-то так, велосипеды, все это, и это все интересно родителям, они с интересом относятся к программам, там, где... Программы какие-то, скажите. ...могут этому научить. Вот, ну, плюс, мало кто знает, ну, вот, в принципе, если ребенок 21 день просто вовремя ест и правильно ест, то он уже становится здоровым, даже если он ничего не делает больше. Ну, ходишь... Сладости есть в минимум, скажите? Да, даже можно, можно. Ну, есть, конечно, много, ну, то есть, это в пределах, есть СанПин, который говорит о том, сколько должно быть в рационе ребенка, там, жиров, белков, углеводов, сахара, там, и все остальных элементов, витаминов. И, конечно, в хороший лагерь он за этим следит, и Роспотребнадзор за этим тоже следит. Ну, в принципе, вот, даже режим дня, сон, питание, свежий воздух, это уже огромный оздоровительный эффект. 21 день достаточно, чтобы ребенок за это время получил иммунитет достаточный, чтобы, может быть, зимой, ну, или не заболеть, или болеть меньше, реже или быстрее выздороветь. Что касается кадров вожатых воспитателей, руководителей вот этих детских отрядов, как это все правильно сейчас называется, где вы набираете вот этих специалистов? Педагоги или кто это вот? Нет же сейчас пионерских организаций, где были бы вот специалисты. Их департамент, вот, министерство образования хочет возродить эту историю, но сейчас это находится, занимает нишу рынок подработок на лето для студентов. Это львиная доля персонала вот этого вожатского. И здесь нету такого завода, который производит вожатых. Нету института даже вожатых. Вот, вот, ну, да, вот, вот как бы как место, да, поэтому мы их делаем, производим их сами. То есть у нас есть школа вожатых. Вот это да. То есть у вас в Мосгортуре есть школа вожатых. Ну, раз ее нигде нет, значит, мы ее создали у себя когда-то, и там московская вот школа, центральная центральная школа вожатых называется, и она в разных формах обучает, доучивает, обучает в общем или конкретной программе тот персонал, который потом к нам приходит на работу. То есть мы его делаем в принципе для всех, и этих вожатых используют многие на рынке. Какой-то сертификат даете, что вот... Ну, даем просто, что он закончил московскую школу вожатых и так далее. У нас есть лицензия доп. образования, мы в общем стараемся какие-то формальные требования соблюдать, но они в реальности, ну, как бы, это просто формальные требования. Здесь важнее, действительно, наполнилось, то те люди, которые учат, и та технология, которая нами выработана, когда и опытные, и неопытные, и как они работают в паре, как их более опытные, и на каких он условиях работает, контролирует, ну, осуществляет некую там коуч этих людей на месте, сопровождает их до лагеря. То есть как мы детей с вожатыми знакомим, чтобы они быстрее, там, быстрее прошли вот этот барьер коммуникационный. То есть мы с детьми начинаем уже работать при отправке, то есть они уже... Лагер начинается еще до лагеря. Да, лагер начинается на отправке, да, там много времени ожидания, и мы это время используем, чтобы все познакомились, подружились, уже показали, кто на что способен, дети уже начинают все там хвастаться там. Вот, поэтому это вот, этому мы учим. И, конечно, вожатые эти не только из индустрии педагогической, то есть хорошие вожатые, как раз парни из технических вузов, из инженерных вузов. В общем, поэтому это все не так очевидно, как можно показать. Друзья, о самих лагерях мы поговорим чуть позже, где они находятся, что в них интересного. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сейчас вспомним о том, что в программе «Лучшие в стране» есть еще и лучшие песни. Джанго без промедления в эфире. Василий Овчинников, руководитель МОЗГОРТУРа. Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы поговорили о том, как дети могут отдыхать, где могут дети отдыхать, какие вожатые могут быть у детей. Ну вот конкретно, территориально, как же расположены и в каком месте эти лагеря? Вот давайте, Москва, Подмосковье, Черное море. Что, с кем вы сотрудничаете? Расскажите. Ну, мы, мы практически зеркало рынка, и это так делают все остальные туроператоры. Конечно, большинство площадок, которые используются для детского отдыха, они, они жмутся к нашему Черноморскому побережью. В Краснодарский край и в Крым. Это больше половины площадок, больше половины рынка. А в Крыму, кстати, как дела там? Нормально вы там с инфраструктурой совсем? Ну, как бы там похуже, конечно, чем в том же Анапе или в Краснодарском крае, но она компенсируется особенностями климата, ландшафта и, ну, и там другими формами. Поэтому, в принципе, как бы специфика, они одинаковые. Спрос, кстати, куда больше, вот на Крым или на Анапу, например? Требовательные родители поедут в проверенные лагеря, например, в Сочи или в Анапе. А те, кто, как бы, по незнанию, ну, по незнанию, или, может, это в части дешевле, поедут, отправят в Крым. Ну, то есть здесь вот такое обычно. Потому что Крым сейчас интересен, он привлекателен, он дешевле, он, вокруг него есть такой ажиотаж. Мне кажется, там море чище, или я могу ошибаться, конечно? Оно примерно... То же самое, да? оно на разных побережьях, знаете, там на западе, на юге острова, на западе, на востоке три разных моря. То есть по тому, когда оно, какое оно чистое, какая там, есть какие там течения, какие там привыливые, глубина, то есть они, это три разных моря. Везде все отличается. Все площадки, которые используются по детскому воздуху, чаще всего это не опасное море, оно очень долго, не глубокое. По логии берега. По купанию все организаторы используют всякие советские наработки с точки зрения, как этот процесс организовывается, где стоит вожатый, ну там, да, как вожатый находится, сколько детей купается, вожатый снаружи, вожатый там. То есть это все, в общем, работает. Оно, конечно, не так, как в армии, там, по часам никто это делает, но, в общем-то, следят за этим хорошо. Поэтому здесь этот процесс, он достаточно безопасен. Он не такой классный, как иногда можно с родителями. Дети могут себе позволить там на головах стоять, прыгать, но он безопасен. Ну, с другой стороны, от родителей детям тоже хочется порой отдохнуть, побыть в своем социуме. Это компромисс в эту пользу. Что касается подмосковных площадок, где, чего, сколько их? Есть в Подмосковье хорошие детские лагеря. Один из них, это наш лагерь Адуга в Адитсонском районе, есть похожие. В принципе, Московская область испытывает дефицит. В Московской области все, если лагерь не купили заранее, то в сезон уже не купите, потому что огромный спрос и нету практически предложения. По двум причинам. Во-первых, эта индустрия сезонная и на нем можно зарабатывать только летом, если ты в бизнес, социальный предприниматель. Поэтому универсальные места, где универсальные развлечения, они более рентабельные. И вокруг Подмосковья, конечно, многие даже детские лагеря, бывшие, превратились в такие зоны универсального отдыха, семейного развлечения, со стирами, со стрельбой, с охотами, с банями, вот какой-то такой формат. Детский отдых здесь нишу свою тоже занимает, но сейчас, например, можно на любом гостиничном комплексе организовать детский отдых. Надо санпин по еде проходить и при перевозках его соблюдать. Но Министерство образования, Российский директор сейчас, которое теперь отвечает за детский отдых, раньше много кто отвечал, сейчас один ответственный есть, они хотят сделать так, чтобы были четкий список мест, где можно делать программы детского отдыха, а в других местах нельзя. Посмотрим, почему это приведет. Друзья, на Мосгортуре заходите на сайт, все узнаете. Мы сделаем небольшую паузу, после которой обязательно вернемся к разговору. Дети, не переключаемся. Дорогие друзья, Московское агентство организации отдыха и туризма Мосгортур сегодня на телерадиоканале Страна ФМ представляет руководитель Василий Овчинников, и мы говорим о том, где можно хорошо и правильно оздоравливающе и развивающе отдохнуть ребенку в Москве и не только в Москве, в Московской области. Хотелось бы Василий спросить о ценах, все-таки это тоже важно, родители думают, сколько надо потратить на полноценный отдых ребенка те же 21 день, чтобы все было спокойно, чтобы все было правильно. Сколько стоит? Смотрите, для родителей такой ориентир, чтобы они не запутали, смены бывают разные. Бывают 21 день, бывают 14, бывают 7-дневные. Все это называют сменами. Здесь бывает путаница. И если родители такие дотошные, то я бы для них выбрал ориентир, что хороший лагерь с нормальным питанием, безопасный, с педагогическим персоналом, достойный, точно не может стоить меньше 1100-1200 рублей в сутки. Все дальше это качество программы, насыщенность, потому что есть экскурсионные программы, то есть косты, которые увеличивают явно стоимость. Какие-то английский язык, например. Это дополнительно можно заплатить. Да, то есть в этом если хотят разобраться. Но в принципе в Подмосковье 21 день смены от 35 тысяч рублей это вот хорошая цена где-то в лагере в Подмосковье. На море будет дороже, хотя там в общем примерно все то же самое, но обычно это без дороги. Без дороги. Без дороги, да. То есть на море будет хорошая путевка тоже в районе 40-45 тысяч плюс дорога. Дорога бывает по-разному. То есть чартеры или там регулярно перевозка она стоит по-разному. Как правильно по воздуху добираетесь до моря? Да, то есть мы возим на юг исключительно самолетами и в Беларуси возим. Что тоже, кстати, аттракцион для детей. Да, да. И это самый вариант такой безопасный. Короткий путь, там негде убежать, негде потеряться, там нормально решен вопрос питания, пропуска, безопасности, здесь вот это прям самый лучший. Мы возили раньше поездами, это сложно, поезд нельзя заставить ехать без остановок, даже если весь почти поезд двойник. Как сложнее, конечно. И он все равно останавливается. На нем в окно что-то продают, на нем выйти могут, ну то есть у нас в этом плане это очень, плюс нет где купаться, это все равно там ехать сутки-двое и это сложнее, организационно это очень сложно. Мы когда-то Крым объезжали 52 часа, это было, конечно, жесть. Это настоящее испытание. В 19-м году, да. Может ли кто-то, например, какую-то скидку получить или поехать абсолютно там безблажно? Да, знаете, да, у нас в стране распространены различные формы субсидирования, все-таки такая социальная тема. И, во-первых, на предприятиях чаще всего есть многими большими крупными предприятиями, в том числе государственными, субсидируется часть стоимости такой путевки. Обычно это через HR или через профсоюзный комитет каким-то образом мешается. Во многих регионах есть программы для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, когда правительство региона или муниципалитета берет на себя расходы, опять же, частично или полностью по организации детского отдыха в своем регионе. И делает это в разных формах. Где-то сертификаты раздают, где-то деньги и компенсации в каком-то списке лагерей, где-то это просто путевки в натуральной такой форме. То есть формы различные существуют. Я думаю, что на сайте, во-первых, организации, которые в регионах такую деятельность ведут, все равно какое-то учреждение ответственно, либо департамент, какой-то либо комитет, связанный везде по-разному, с образованием, с культурой, с молодежной политикой, социальной сферой. То есть это все время разные органы сполнатной власти. Но у них на сайтах обычно есть информация, она называется с ключевыми словами там детский отдых и что-то вот вокруг этих слов. Я думаю, что все смогут найти эту информацию. Обычно правительство региона стараются. Для людей, которые там действительно одинокие мамы, малообеспеченные, инвалиды, то есть вот те, кто действительно находится в затруднительной ситуации и в общем не имеют возможности отправить за полную стоимость. Что касается вот законодательного регулирования этого рынка, насколько тут вот все уже все хорошо, все вас устраивает, как людей, которые вот как раз занимаются этим детским отдыхом? Ну вот как государственное предприятие регулирование кажется очень недостаточным. А как меня же государственное предприятие и предпринимателя в этой сфере, то есть мы же продаем и как бы мы осуществляем эту коммерческую деятельность, мне уже кажется, что уже слишком зарегулировано. Поэтому вот гос вот в этом противоречии находится. Там действительно есть очень зарегулированные сферы и они сейчас после трагедии на Семьмой озере начинают еще более зарегулированными быть. И это осложняет, это дороже становится для рынка, но безопаснее для ребенка, безопаснее для родителей, для государства. Поэтому вот это два противоречия. Хорошо. Друзья, сделаем паузу, после которой обязательно вернемся к теме «Оставайтесь в компании Страна.ФМ». Василий Овчинников по-прежнему в гостях в телерадиоканале Страна.ФМ. Мосгортур поможет вам отдыхать летом правильно и отдохнуть детям от вас тоже. Значит, Василий, когда родителям надо заботиться о путевке, чтобы все успеть. Например, сейчас у нас февраль. Февраль-март можно купить еще с хорошими скидками. О, даже со скидками. Продают туроператоры практически там напрямую. И это сейчас хорошее время. То есть, чем дальше, ближе к лету, тем путевки будут дороже. Покупать, выбирать можно на сайтах туроператоров, если уже знаете что-то конкретное. Если не знаете, то разобраться можно на сайтах таких агрегаторов а-ля букингов. То есть, есть «Поехали дети», есть «Инкэмп». У нас на «Мосгуртуре» собственный тоже магазин путевок наших продуктов и партнерских. «Инлерна», например, да, там на обучающем больше фокус, с обучающим больше фокусом. Вот как так. Какие важные, что необходимо знать родителям, вот прям, ну, вот без этого невозможно. То есть, какие-то важные вещи, важные вопросы, важные моменты, на что необходимо обращать при выборе вот лагеря, путевки и так далее. Просто вы, как человек в этом разбирающийся, дайте нам лайфхаки. Надо, если не хотите рисковать, и тем более, это первый раз, то, никто не хочет рисковать с детьми. Безусловно, может быть, для первой лагеря лучше отправить в какой-нибудь государственный, типа «Нашу Радугу», типа «Смены», там есть партнерские программы, они продаются, или там «Смена», «Орленок», «Океан», вот государственные, большие, федеральные образовательные центры. В «Артек» нельзя купить путевку, но вот в эти можно. И это примерно такой уровень будет безопасный, комфортный, он не вау-вау, но это будет для первого раза классно. И, конечно, ну, во-первых, надо желание ребенка на это иметь. Надо, чтобы на территории лагеря не было посторонних, чужих взрослых, это очень тоже важно. Иногда лагеря делаются на каких-то турбазах, где соседние корпуса, там отдыхают взрослые, это не очень хорошо и небезопасно. И, конечно, самый важный фактор безопасности это вожатый. То есть по-хорошему бы знать, что за вожатый будет работать с ребенком. А можно такую информацию где-то заранее узнать? Нет, туроператоры, да, ну, не заранее, но в момент, когда ребенок отправляется, можно посмотреть, откуда эти вожатые берутся. Ну, да. То есть кто они, то есть есть ли там какие-то, может, звездные вожатые, кто у них за педагогику отвечает, то есть кто там зампедагогический. То есть хорошо, когда в лагере есть контакты для коммуникации. Потому что родителям очень важно, чтобы было в любой момент можно было ребенку позвонить, связь, интернет, чтобы все было. Спасибо. А что такое музейные проекты Мосгортура? Вот об этом расскажите нам. Да, это любопытное сочетание. С лета Мосгортур, мы как госпредприятие, подведомственные учреждения, так еще их называют, нам поручили повысить туристическую привлекательность московских музеев. То есть те музеи, учредитель которых является правительством Москвы в лице, чаще всего, департамента культуры. И это московский музей, это не Кремля, не Третьяковка, но это Дарвиновский, это музей космонавтики, это Коломенский. Мне кажется, детям, может быть, они гораздо интереснее. Детям они гораздо интереснее, поэтому Мосгорт уже занимается этими музеями. Потому что туда действительно ходят дети. и мы как туроператор в общем что-то понимаем повышением туристической привлекательности каких-то продуктов. Плюс мы сейчас, да, мы объединились с учреждением, которое как подвед занималось коммуникацией, ее выстраиваем. Вот первый наш проект, он называется «Музей детям». Московские школьники теперь бесплатно могут ходить в московские музеи, что раньше было для них недоступно, иногда было ограничением. А преподаватели теперь могут приводить класс и читать там, проводить занятия. И мы даже специально делаем фокус, что целый день дети учатся на территории какого-то музея. Предметы там те же самые, что в школе, и преподаватели те же самые, но это в интерьере, это иногда с тематикой, ну, хорошие педагоги умеют подстроить какие-то вещи. И это гораздо интереснее детям. И мы вот, это новый проект, площадок количества, которые хотят принимать у себя школьников, увеличивается. Школьники проходят бесплатно, преподаватели бесплатно. И музеи при этом получают за них деньги. То есть мы как Мосгортур платим за этих школьников. На сайте есть информация об этом? Есть, безусловно, информация. Все, друзья, зайдем, почитаем. Сейчас у нас будет, ну, не читать, но будет красиво петь Дима Билан в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Мы еще с Василием поговорим. Есть интересный вопрос. Дождитесь ответа на него. Дорогие друзья, скорее всего, вы уже сейчас смотрите какую-нибудь путевку на лето на сайте Мосгортура. Выбирайте, я Вам пожелаю только удачи или, может быть, экскурсию какую-нибудь, да? Да, экскурсия в наш музей, экскурсии в Подмосковье. У нас отличные квесты, в общем, программа для детей просто, мне кажется, суперские. Вот от Вас, может быть, какая-то экскурсия? Вот куда бы, Вы сами сходили бы не один раз. Есть такая, любимая, может быть? На любителя квесты, детские, да, но они играют тем интереснее, чем взрослые. Я уже не стал поиграть, хотя детям нравится. Вот. В Коломну, Сергий в Посад, это экскурсии, которые начинаются уже в Москве, в автобусе, и, в общем, это связано, и это не совсем экскурсии, там и театрализованные представления, там и мастер-классы. Класс. То есть там целый день есть чем заняться и ребенку в группе детей или там с родителями можно поехать. Там пастилу сготовить, слепить мыло, в общем, зефир приготовить. Ну, то есть там интересно это все костюмированного, с погружением в историю, в эпоху, старые домики. В общем, мне кажется, если на весну есть уже запланированные расписания, можно смотреть на сайте и присоединяться, в общем, очень рекомендую. Расскажите-ка, Василий, о своей книге, которую вы написали. Что это за книга, для кого она и вообще, кому адресована, как возникла идея написать книгу? Ну, эта книжка, не знаю, для не очень широкого на эту кругу читателей. А почему? Вы так думаете? Ну-ка. Она, это жанр деловой бизнес-литературы. Манифест правильного чиновника. Да, манифест правильного чиновника. Все верно. Да, и это за этим ярким рекламным названием скрывается прагматичный опыт руководства трех лет госучреждения и то, как это там и предыстория небольшой. Я думаю, что мне очень хотелось, чтобы тот опыт, который я как-то, в общем, случайно, мне кажется, получился. Я возглавил госучреждение, я открыл для себя возможности, понял минусы, я пытался найти это в литературе, у коллег спрашивать, и мне было сложно этот путь пройти. То есть до вас никто не... Да, его не было. Мне показалось как бы глупо об этом не написать. Я три года собирал материал, и вот год назад действительно написал эту книжку, она очень нравится коллегам, очень вот как бы в этом узком кругу тех людей, которые думают с госсектором работать или сейчас там являются специалистами. Это большая индустрия у нас. Я об этом пишу. Мы каждый день ходим из госучреждения в госучреждения. Там школы, парки, больницы, то есть детские сады, госуслуги. И даже нас хоронят в общем-то на территории госучреждения. Но как бы что за это внутренне вскрывают, что там за люди работают, какие у них там сложности, с чем они борются. Как устроен этот механизм, как с ним взаимодействовать. Как им взаимодействовать, как им управлять. То есть эта книжка, конечно, для менеджеров. Она как бизнес-литература, то есть мой взгляд и это работа нашей команды, работать, управлять госпредприятием как бизнесом. То есть относясь к этому по-другому немножко пересмысляя. Я этот взгляд постарался выразить вот в такой книжке. Она среди других бизнес-литература хорошо продавалась, но это в общем нон-фикшн, он там интересен активным части населения, людям, которые что-то хотят узнать, менять, самообразоваться, улучшить. Поэтому я думаю, что кто вот в этой сфере, она наверняка будет интересна. Она в продаже еще? Она в продаже, в электронном виде, она будет всегда в продаже. Она почти вся раскупилась, но вот в каких-то магазинах, где она стоила гораздо дороже, чем в интернет-магазинах, она еще есть. И в интернет-магазинах с доставкой она тоже есть. Слушайте, как вы отдыхаете? У вас такая работа? Ну, она такая работа, что в общем кто-то хотел бы так отдыхать, как мы работаем. Поэтому чаще всего мы работаем, когда все отдыхают, это выходные, праздничные дни, ну и весь департамент культуры работает, вся сфера индустрии развлечений так устроена. Отдыхаем, когда все работают. Спасибо, дорогие друзья. Василий Овчинников был в гостях в телерадиоканале «Страна.ФМ». Заходим на сайт Мосгортура, выбираем себе хороший тур на отдых и своим детям тоже. Спасибо, до новых встреч, удачи и вам всего самого-самого. Пока. Лучшее в стране.